добрый день дамы и господа добрый день уважаемые слушатели братья и сестры я вот в недоумении недавно я молчал молчал но вот уже знаете вот цинизм эрдогана превысил все ожидания на с высокой трибуны он объявляет как могут горско стран победителей решать судьбу всего земного шара это заявляет союзник третьего рейха это заявляет правоприемница третьего рейха я обращаюсь к странам победительницей великобритании франции соединенных штат и ссср правоприемницей которого россия хотя считаю что правоприемницей после развала ссср могут участвовать те страны бывшего ссср которые на сегодняшний день свободные те народы которые претендовали и участвовали в этом обосновании ведь ссср серьезно не воспринималась до великой отечественной войны только победа великой отечественной войны заставила мировому сообществу задуматься и серьезно относиться к ссср вот например на постсоветском пространстве армения дала 9 дивизия азербайджан 10 грузия дала 7 дивизии но от грузинской семи дивизии двое были армянские то есть лица армянской национальности а одна была аварская то же самое на азербайджан весь нахичеван опустошили одну дивизию армянская снахичеване пошла 2 от шаумяна поэтому столько генералов на горных арабах дал до в азербайджана было 10 дивизий на один больше но по национальному составу там были три дивизии армянский по численностью 1 лизгинская 1 аварская да потому что азербайджанцы ждали пока сталинград падет чтоб перерезать всех тех кто не азербайджан за кавказе и то же самое сделала турция на сегодняшний день она вошла в постсоветское пространство это было недопустимо я считаю это упущение россии и на сегодняшний день турция швыряет перчатку странам победительницы то есть россии великобритании франции и соединенным штатам я думаю что пора на это серьезно отреагировать и принять в этом участие не только страны победительница а те страны которые большую эстафету или например китай она серьезная сторона и может свою точку зрения к этому явлению сказать индия где и температуру отдать и и и и и и и и